итак ладно давайте начнем всем привет добро пожаловать и вперед нам осталось разобраться с ареной в замке сюжет пройден все сайды кроме последнего который связан с ареной не пройден и все а все тянки тоже пройдены к сожалению так кстати надо бы тут подкачать гаджеты может они нам понадобятся так же не отлично о ачивка за 50 умений ну волк сожалению столько денег пока что нет а так мы будем качать все медвежий капкан неплохо звучит так и все пока что хотя стоп бессмертие ну тут как бы есть еще что качать убийственная насмешка окей спасибо нет ну погнали думаю пока что нам это хватит на какое-то время а как собственно начать что нам нужно я думал это будет в особые бои но пока что тут нету так что у нас тут окей вот он джори эй джори наконец-то ты получил платиновый ранг хватит драться со всякими ничтожествами сразись лучше со мной дэн броди как мило что сам король почтил нас своим присутствием и этих клоунов из твоего клана еще не так почту пинком под зад из колизея вышибу ради такого дела я даже кое-что приготовил как насчет особого боя так ну что ж погнали надеюсь мне хватает то что есть хотя блин тут лучше наверное других чуваков было бы прокачать еще волк ты про этот диалог или там есть еще что то я жду подтверждение от волков если тут еще какой-то диалог а еще один так фай а вот он извините можно вас на минутку вам что-то нужно вижу вы в отличной форме я так понимаю вы боец колизея верно прекрасно так я и думал моя компания занимается средствами самообороны и мне нужен боец который сможет испытать в деле наш новый продукт а что это за новый продукт великолепная электрическая дубинка если она хорошо зарекомендует себя в колизее мы получим отличную рекламу ну что скажете не хотите ее испытать ребят хотим наверное полезная штука думаю можно попробовать вот и замечательно давайте обсудим детали у нас очень хорошая продукция но для рекламы нужен опытный боец иначе ее не запомнят поэтому для начала вам нужно одержать победу во всех поединках которые доступны бойцам брозового ранга потом не организуя спонсор и бой во время которого вы испытаете наш продукт в деле оплатой ваших услуг станет награда за победу вот и все условия надеюсь на плодотворное сотрудничество блин я думал нам дадут ее просто так сразу типа ты иди сделай это сделай то еще ну нафиг так защита 600 надо бы новые вещички купить что-то еще к атаке чуть-чуть дадут так вот этот диалог ну все спасибо волк ой привычка заходить сразу сюда блин может нам одеться нормально не знаю что ты задумал но пусть будет особый бой только от драки не увиливай хе-хе да у тебя стальные яйца о ладно погнали но имей ввиду моими парнями шутки плохи ничего клан джори и не с такими справлялись ну погнали ну все пацаны ну все пацаны так отлично дроны пошли так отлично дроны пошли так 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 и в ту сторону ну Ну и мясо! Я думаю, что только у тебя есть дроны? У меня тоже. О, Сайджима, красава! Сайджима, красава! Господи, сколько у него полосок хп! У нас время скоро закончится. Пацаны, бейте, бейте! Жесть, он не кончается! Есть, кончился! Привет, Рейзер! Ну, а, мы еще на С ранг прошли! Серьезно? Блин, я думал, что учитывая, сколько времени осталось. Это будет, там, С ранг. Нормально. Короче, происходит, конечно, хаос на арене, но это веселый хаос. Поздравляю, Джорио Сама. Вам удалось победить одного из королей. Это было великолепно! Я много лет не видел, чтобы зрители были в таком восторге. О, смотрите! К нам кто-то идет. Это не Мидзо Роги Сама? Джорио! Джорио, я наблюдал за твоим боем. Ты этого Броди и его шейку буквально размазал по рингу. Я знал, что не ошибся в тебе. Ты сможешь сбросить у Газина с трона. Давайте не будем забегать вперед, Мидзо Роги Сама. Заявлять подобное с такой уверенностью преждевременно. В конце концов, Броди Сама слабейший из королей. А у Гадзин Сама боец совершенно другого уровня. Но ведь до этого дня ни один из королей не покидал. Ты ты стал, верно? Так что все возможно. Дай мне помечтать. К тому же, у Гадзин решил использовать устройство, украденное из моего магазина. Похоже, нынче он уже не так уверен в своих силах. В замке разрешено использовать любое оружие. И у Гадзин Сама имеет право сражаться так, как считает нужным. Закончил? Тогда будь добр, заткнись. А мы с Джори отойдем на пару слов. Прости, Джори. Ты устал? Я знаю. Мне просто надо кое-что тебе сказать. Администратор прав. У Гадзин птица совсем другого полета. Никому в замке с ним не сравниться. Я и сам с ним сражался. Так что, можешь мне поверить. Да, помню. Ты говорил, что у Гадзин разбил вдребезги твои юношеские мечты. Ты никогда ничего не упускаешь, верно? Это было 20 лет назад. В то время я уже освоил боевые приемы до всего света. И почти достиг предела человеческих возможностей. Мог победить любого миллионом разных способов. И легко менял тактику в любой ситуации. Я был на пике формы. И умственно, и физически. Но все эти знания и умения мне не помогли. Я не смог победить его. И понял, что пока он жив, мне не станет лучше. Похоже, этот у Гадзин опасный противник. Ну, кстати, Рейзер-то не видел у Гадзина? Он похож на Баки. Даже спустя столько лет, ты продолжаешь бояться и уважать его. Это правда. При том, что дрался я с ним всего один раз. Это было на подпольной арене на Вегасе. Так вышло, что я стал противником у Гадзина в его дебютном бою. Он был неопытен. Почти не знал приемов. Но его мощные и экономичные удары разили быстрее молнии. Находили брешь в любой защите. Я применил необычные техники. Использовал множество разных приемов. Но не смог его даже задеть. Он легко предугадывал мои действия. Всего один бой. Я потерял все. Мастерство, гордость, боевой дух. Так горько, как в тот день мне не было. Даже когда украли мои гаджеты. Понимаю. Нелегко тебе пришлось. После этого я забросил подпольные бои и начал пить. Занимался контрабандой. Работал на разные шайки. И вот спустя два десятка лет меня занесло в Сутенборе. Я не удивился, когда узнал, что Угазин стал королем в замке. Ну это разбереди... Господи. Нельзя было раскрыть, написать. Почему такое сложное слово? Ну это разбередило старые раны. И я задумался отомстить. Отомстить? Да. Если бы кто-нибудь расправился с Угазином с помощью моего оружия или гаджета, это была бы и моя победа. Пожалуй. Но все изменилось. Твои гаджеты украдены. И теперь их использует он. Да черт с ним. Они все равно морально устарели. Лучше сделаем новые, гораздо круче прежних. Я хочу, чтобы ты победил Угазина моим оружием. Позволь мне хоть погреться в лучах славы сильнейшего бойца в мире. Это все, что я могу для тебя сделать, дружище. Не терпится приступить. Стремление к силе. Цель всей моей жизни. Мизороги. Джори. Ладно, Джори. Дай-ка я подновлю те гаджеты, которые у тебя уже есть. Пожалуйста. Скажу прямо. Это обойдется тебе не дешево. Но поверь мне. Ты не пожалеешь. Ну что, договорились? Вижу, ты уже пришел в себя после ограбления. Не оправился. От перелома. Разве я могу отказать человеку, который так решительно настроен? Конечно нет. Значит, ты не против. Вот и славно. Я так благодарен. Пожалуй, я вернусь в офис Акамы Тян. Если тебе нужна будет еще какая-нибудь помощь, обращайся. Давай работать сообщи. И звание сильнейших в мире будет у нас в кармане. Привет, кот. Мизороги так воодушевился. Осталось только заработать на все эти улучшения. Придется постараться. Это да. Так, что у нас там? Кот, посмотри, кто с нами сегодня в чате вечером. Так. Ой, стоп. Я туда пошел. Так. Следующий противник уже тут, надеюсь. Здравствуй, Джори. Слушай. Отделал ты меня, конечно, знатно. Но не забывай, что тебе нужно победить еще трех королей. Твой следующий противник. Куни Митсу. Сама Зима. Демон скорости с собственной персоной. Он и раньше был шустрым. А теперь у него еще эти навороченные ботинки. Так что тебе за ним не угнаться. Вот как. А зачем ты мне об этом рассказываешь? Ты что, хочешь, чтобы сама Зима проиграл бой? Знаешь, теперь все в замке надо мной ржут. Называется слабейшим из королей. Если сама Зима тоже тебе проиграет, я перестану быть посмешищем. Значит, у меня появилась еще одна причина для победы. Отличный настрой. Настой, да. Отличный настрой, Джори. Ты готов сразиться с Сама Зимой прямо сейчас? Он уже рвется в бой. Так что, ждем только тебя. Да, погнали. Я готов. Условия выбирайте сами, мне все равно. Хе-хе, вот это дело. Йоу, Сама Зима. Джори говорит, что готов драться. Следи за языком, броди. Я не позволю так к себе обращаться слабейшему из королей. Ты что, возомнил, что мы с тобой ровнее? Что ты несешь? Слушай, завязывай, а? Мы же одна команда. Он прав. Не учти. Проиграешь мне. Окажешься с ним в одной лодке. Но тебе придется намного хуже, чем сейчас ему. Хе. Хе. Ты так и будешь на меня тявкать? Или все же попытаешься укусить? Тогда приступим к бою. Каковы условия? Демо скорости всегда сражается в одиночку. Чтобы ни у кого не было сомнений, кто из нас высший хищник. Высший хищник, серьезно. Скоро твое имя канет в лету. Че. М. А, у него еще пистолет. Отлично. Блин, а у меня защиты от пуль нету. Будешь сильнее. Что такое? Че. Фух. Вмн. Хе. Хе. Че. Вмн. Че. Закопа. Вмн. Фух. Субтитры сделал DimaTorzok И это всё? Не, это же не всё, верно? Это так, прелюдия Потому что что-то как-то он слабак Да, это всё Ладно Ладно, это было как-то слишком ези Серьёзно, я думал, что меня сейчас просто жопу разорвут на куски Ну ладно Вы не перестаёте меня удивлять, Джори Сама Это же надо одолеть Сама, Зиму Сама Второго из четырёх королей Похоже на наших глазах творится история Звучит неплохо О, кажется, с вами хотят поговорить Скажу тебе честно, Джори Я не ожидал, что ты настолько силён Похоже, короли слишком долго почивали на лаврах Да, точно Вот только мы всё равно Не можем просто так пропустить тебя, Кугадзину Вот как И что вы предлагаете? Джори! Ты со своим кланом Джори Должен записаться на ещё один командный бой На этот раз против вас Выступит единственная И неповторимая Неповторимая команда мечты Три короля Да В голове это звучало намного круче Да Да Поступайте, как считаете нужным Можете ещё и Угазина с собой прихватить О, чувак из Mass Effect К сожалению, он предпочитает сражаться без помощников Это страж закона 1975 Он из семи учёных Использует мощный экзоскелет Который сделали для него родители Отказался от гаджетов в Мезуроге Заявил, что они ему не нужны Но его главное оружие Не сила или техника А лидерство Он корректирует поведение союзников Мозговыми волнами Че? Поэтому его команда сражается Как единое целое Мы точно Ну ладно Понятно Так вот, почему вы хотите уладить дело в командном бою Джори Полагаю, тебе потребуется время, чтобы собрать союзников, Джори Можешь не торопиться Если вступишь с нами в бой Без подготовки Мы одержим победу Это будет игра в одни ворота Или, говоря по простым языком Просто бойни Взыскательные поклонники бойцов платинового ранга Сочтут такое зрелище скучным Нам следует приложить усилия Чтобы бой получился захватывающим Договорились Совет, чтобы победить нас в командном бою Считай своих союзников Неблизкими товарищами Ничего не стоящими пешками Я, разумеется, поступлю так же Эй, страж закона По-твоему, мы ничего не стоим? Не перебивай меня Что за... Эй, хорош! Не надо направлять на меня эту штуку Знай свое место, Дэн Броди Я не потерплю дерзости от слабейшего из королей Итак, ты возражаешь против того, чтобы быть моей пешкой? Никак нет, сэр Это и есть твое лидерство? Ладно, я приду И приведу с собой самых сильных бойцов В общем, ты все понял, да, Джори? Общи, когда будешь готов Надеюсь, ты не струсишь, Джори Так, волк, да, спасибо Действительно, надо бы сохраниться Так, собрал команду Да, погнали, все Можно начинать Надеюсь, мне хватит то, что есть Следующий, следующий, следующий Звездом Не затих Ну... Ну даже это не помогает. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Давайте, пацаны, бейте его. Да он еще жив. Да, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Фу... Вы видите время? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для тех, кто смотрит записи, мы тут где-то 2 часа трейли. А у вас будет лишь... Победная запись, так сказать. Спасибо, Матвеев, за хороший совет от спидранеров. Фу... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джорио-сама. Это был превосходный бой. Джорио-сама. Вы поразительный человек. Теперь вам осталось победить только... Угазина-сама. Последнего из королей. Ребят, я почему-то уверен, что Угазин будет слабее, чем вот все это говно, что было. Впечатляет, Джорио. Похоже, многие не ожидали, что ты... Добьешься такого успеха. А вот я в тебя верил. У тебя огромный потенциал. И именно этим ты и привлек мое внимание. Угазин сама? Даже не верится, что сам повелитель ринга почтил нас своим присутствием. Ты помнишь свое обещание, Угазин? Если я выиграю бой, ты вернешь все гаджеты Мидзороги. А потом... Выдашь мне семью. Кёкса. Разумеется. Как победитель ты получишь все, что просишь. Но это работает и в обратную сторону. Проигрыш. Потеряешь все. К тому же бойцы на подпольных аренах частенько не доживают до конца боя. Это я понимаю. Я скажу Дэну Броди, чтобы ждал тебя здесь. Поговори с ним, когда уладишь все свои дела. Я одолею тебя и закреплю за собой звание сильнейшего бойца в мире. По традиции мы будем биться насмерть только ты и я. Надеюсь, у тебя нет возражений. Никаких. Ты очень уютно устроился на этом троне. Лучше попрощайся с ним сейчас. Когда я займу его. Когда его займу я, такой возможности у тебя уже не будет. Нечто в этом духе. Мне когда-то заявил Мидзороги. Ведь он провозгласил себя сильнейшим бойцом в мире. Впрочем, это дельный совет. Победа над тремя королями. Итак, ладно, ребят, погнали. Давайте закончим уже с этими королями. Джори! Ну что, Джори? Все взгляды в замке сейчас прикованы к тебе. Ставки уже побили рекорды. Зрители. Сгорают от нетерпения. Ты готов к бою? Да, погнали. Нибблер, проверьте состояние, пожалуйста. Вроде все нормально, но на сих случай. Я готов. Можно начинать. Отлично. Сейчас узнаем, кто из вас двоих сильнейший в мире. Так, ну погнали. Блин, нужно было полоску. Кита напомнит. Да твою! А, прекрасно, у него все гаджеты еще есть. А, прекрасно, у него все гаджеты еще есть. Блин, как-то нечестно. Я должен зажать кнопку и сидеть вот так, чтобы вызывать дрона. А он одной кнопкой вызывает всех. Все, ребят, вот у нас там битва дрона войдет. Да, нужно было еще подкачаться. А, прекрасно, у него все гаджеты еще гаджеты еще гаджеты еще гаджеты. Не, ну битва веселая. Я вызываю дронов, он вызывает. Мы просто бегаем вокруг друг друга. Ну, офигенно. Нет, чтобы нормальные мужики сражаться на кулаках. Нет, чтобы не было. Эм, что... Все, а? Мы победили. Я думал, у него там полосок 30 хп будет. И у нас победитель. Джори выиграл бой. Легенде о непобедимом у Гадзине пришел конец. Ребят, после того, как два часа мы пытались победить второго, второго, третьего короля вместе со вторым и первым, там, третьим бою, который был. Вот это так быстро закончилось? Он так легко лег? Я разочарован. Это поистине исторический момент. Настоящий переворот в мире подпольных боев. Ты невероятно силен, Джорио. Как катком меня переехал. Спасибо. Ты и сам неплохо выступил. Люди вроде тебя открывают мне глаза на мир. На то, какой он огромный и разный. А ты что скажешь, Мизороги? Мизороги-сан. Мне бы хотелось, чтобы ты видел меня таким. Мне бы не хотелось, чтобы ты видел меня таким. Боюсь. Брось, тебе нечего стыдиться. Знаешь, даже наш с тобой бой был не таким безумным, как этот. Ты стал еще сильнее, чем прежде. Я лучше всех понимаю, что это неправда. Я старею. Хоть пока никто этого и не замечает. Еще пару лет назад я был на пике своей силы. Но уже тогда понимал, что начинаю слабеть. Я не могу с этим смириться. Но потом я узнал об уникальном оружии из сотенбори. О боевых приспособлениях, которые идеально подходят для боев Колизии. Так мне их описали люди из семьи Кёксу. Значит, я купил эти гаджеты у шайки бандитов, не зная, что они краденые. Да, так и было. Но когда я пробовал устройство в деле, сразу понял, что они из магазина Мизороги-сана. К тому моменту я уже был ими очарован. Они позволили мне усовершенствовать свою технику и сделать меня намного сильнее. О, Астер, привет. Как-то ты поздно. Испытав гаджеты в бою, я уже не мог от них отказаться. Видимо, члены семьи Кёксу это поняли. И поэтому рассказали мне, откуда они их взяли. Мне сразу же стало ясно, что от Джори придется избавиться. Я знал, что он наверняка попытается вернуть устройство. Теперь все понятно. И тогда тебе понадобился предлог, чтобы просить мне вызов. Да, именно так. Ну и дело. Вот это номер Угазин. Просто с ума сойти. Что тут смешного Мизороги? На арене. Мне до Угазина было как до луны. А теперь он оказывается... Так сильно зависит от моих гаджетов, что не может ими расстаться. Вы не представляете, как мне приятно это слышать. Серьезно. Я не шучу. Мизороги-сан. Теперь моими гаджетами пользуется и Джори. А он даже сильнее Угазина. Я так счастлив. Мне просто нет слов. О большем и мечтать нельзя. Мизороги-сан. Я сражался с тобой всего один раз. Но в тот день многому у тебя научился. Для меня ты был отцом, братом, учителем. Все эти 20 лет я вспоминал тебя каждый день. А неужели? Тогда не унывай за того, что тебя победил, Джори. А знаешь что? Я сделаю для тебя гаджеты даже лучше, чем у него. Тогда ты сможешь взять реваж и вернуть себе звание сильнейшего в мире. Ну тогда вопрос о том, кто из нас сильнее, никогда не разрешится. Это верно. Но ведь так даже интереснее. Вы оба будете постоянно стремиться к тому, чтобы стать еще сильнее. Ребят, использовать гаджеты в бои как-то по мне не очень интересно будет. Лучше сражаться как настоящие мужики. Кулаками, без ничего. Что ж, теперь бой завершен. И я хочу кое-что сказать от всего сердца. Спасибо тебе, Джори. За этот бой. И за все, что ты для меня сделал. Ой, если он будет агументировать его, это еще хуже будет. Не знаю, что ждет нас в будущем, но сейчас. Во всем этом чертовом мире нет никого сильнее тебя. Ребят, мы короли. Все. Ух ты. Видать, сюда просто сногсшибательный. Тесно говоря, я тебя недооценил, Джори. Мне в голову не приходило, что ты сможешь покорить Колизей. Хех. А я сразу понял, что так все и будет. Думаю, в Колизее замка будет еще немало жарких боев. Верно, Джори? Да. Пожалуй, что так. О Колизее можно много чего сказать. Но скучно там точно не бывает. Матфей, а его тут нету вроде. Надеюсь. Что, все? Ну все, ребят. Мы прошли. Замок нас. Замок наш. Колизей наш. Все наше. Все это теперь наше, да? Да. 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 А, кстати, точно, там еще один КСПД остался. Точно, точно. Я уже и забыл про него. Тогда стоять. И это еще не конец. Концентрат. Это не важно уже. Операция выплаты для семьи. Привет, Джори. Указин наконец-то скинул нам инфу о том, где искать семью Кёксу. Пришло время отомстить за Мизуароги. Ну, я так и думал, что будет этот кест. Семья Кёксу. Они появляются, когда их меньше всего ждешь. А потом бросают под ноги взрывную сигарету и испаряются. Но если мы сами к ним борьемся и застанем их врасплох, этим подонкам конец. У нас есть возможность отомстить только благодаря твоим достижениям в замке. Так что решай ты. Хочешь отправляться туда прямо сейчас? Конечно. Мы не можем пустить такой шанс. Пора поставить ширную точку в этой истории. Ой, волк. А это уже как бы неважно. Это все равно тоже. О, черт! Это Джори! Как ты нас нашел? Кто проболтался? Я не обязан ничего тебе рассказывать. Куре! Черт! Кто нас выдал? Какой урод раскололся? Наконец-то я загнал тебя в угол. А вот, суки. Все кончено. Ты больше не будешь хозяйничать в этом городе. Чего? Кто дал тебе право... Кто дал тебе право вваливаться сюда и нести такую хрень? Таким себя возомнил мудила. Но никак вы не научитесь. Прекрасно. Не, блин. Ну, да. Походу. Ой. Поехали. Да, все-таки дамаг неплохой прокачали у Кири, и это еще не предел. Эх, сука. Значит, гаджеты, украденные в Мидзуроге, вы продали в замок. Гадзин мне все рассказал, не объяснил, как вас найти. Да как так, зачем Угадзину сдавать нас тебе? Ну ты и тормоз, Аутсоки. Джори дрался с Угадзином в замке, один на один и победил, вот и все. Да ладно, не гони, ты что, серьезно? Угадзин 20 лет боев не проигрывал. Эх, да что тут разбираться. Вы не смогли использовать мое устройство и решили столкнуть Джори и Угадзина лбами, верно? Жалкие сопляки. Неудивительно, что Альянс Оми их разогнал. Ты че, правда уложил Угадзина? Не, не верю. Его и без этих гаджетов не победить. А уж с ними, так вообще шансов ноль. Ой, все. Хватит. Чем дольше я тебя слушаю, тем противнее мне становится. Угадзин? Что все это значит? Зачем человеку с такой репутацией меня сдавать? Мне показалось, или в твоем голосе послышалось презрение? Думай, что говоришь, а то мне самому придется тебя заткнуть. Хватит того, суки, игра окончена. Ты оплатишь ремонт магазина из-за Роги. И его счет за лечение. А потом добавишь немного сверху за моральный ущерб. Черт Ас-2, нет у меня таких денег. И заработать я их без своей семьи не смогу. А то, что мы в этом заведении выпить зашли, так просто решили шикануть напоследок. Так что больше с меня взять нечего. Нет у меня ни иены. То есть вы грабанули кучу людей, но у тебя нет денег, чтобы возместить ущерб. О, кретина. Ты правда думаешь, что мы в это поверим? Да мне плевать, поверите вы или нет. Что я вам? Из задницы эти деньги вытащу. Ну, кстати, да, вариант. Чего вы от меня хотите? Хорошо, что ты спросил. Потому что... Потому что у вас остался только один вариант. С этого дня вы все принадлежите мне. Будете отрабатывать сети Акамы. Где? Это... Это еще... Что за хрень? Сети Акамы состоит в основном из бездомных. А вы, как новички, будете мальчиками на побегушках у тех, кто стал жертвой вашей аферы социальными выплатами. Ну, мы же... Так, так, все, пошутили, хватит. Если такой вариант тебя не устраивает, вами займутся мои друзья. Ну, так что... Ты правда хочешь, чтобы тебя отимели... Лучшие бойцы замка? Что бы тебя отметелили лучшие бойцы замка? Деньги с твоей задницы они, конечно, не вытащат. Но зато ты, наконец, уяснишь, что долги нужно отдавать. Итак, ваше решение, Патриарх Ауцуки. Ладно, ладно, сдаюсь. Мы с ребятами присоединимся к сети Акамы. Довольны? Ну, Грэди, так именно поэтому я так и произнес, потому что я подумал, что именно так и будет контекст, но почему-то они решили его не делать. Значит, ты хочешь присоединиться к моей сети? Кто ж так с начальством разговаривает, а? В смысле? Спасибо, что предоставили мне такую возможность. Буду рад работать под вашим руководством, эм, мэм. Моя паутина потихоньку разрастается. Спасибо, Джори. Все благодаря тебе. Что бы ни случилось, ты своего не упустишь, верно? Вот как посмотреть. Ведь получается, что возмещать усердно. Ведь получается, что возмещать ущерб Меззороги я теперь буду из своего кармана. Ты прав, Джори. Но от этого решения выиграет не только Акамы Тян. Оно принесет пользу всем. Вот и отлично. Значит, решено. Отлично. Ну, ребят, все. Все. Квисты пройдены. Все, игра пройдена. Погнали покатаемся на машинках. Еще машинки остались, вообще-то. Вы забыли? Ну, машинки я проходить, наверное, не буду, если там реально какая-то большая сюжетка. Но хотя бы посмотрим. Ой, волк, давай не надо. Вот его я точно не хочу. Ну, да, машинки, походу, вообще никак не учитываются. И вполне возможно, что там реально ничего нет. ОМОН, как... ОМОН. Матвей, нет никакого ОМОНа. Не хочу я его знать. Матвей, потому что Лат Джаджмент мне понравился намного больше. Тут, чтобы открыть ОМОНа, надо всю арену пройти? Ну, нафиг. Так, и... Да, тут, походу, просто. Модификация. Ну, да, тут, походу, реально никакой сюжетки нет. Ну, вот поэтому я и не хочу париться машинками. Ну, вот, походу. Не бля, мгновенно. Давай, глянь. Глянь. Ну, да,ATA. Мэтть новых мыслящейLa- indic beef! Вот забway! Мы должны идти в такомiénах. Мы можем кричать вдоль к mayorsley-ца! Ну, мы победили. Ну, отлично. Ну, все, новые детали. Ну, да, сюжетки тут нету. Ну, тогда тем более нет смысла. Странно, что они не сделали какой-нибудь крест тут большой. Поехали. Нормально, сейчас используем ускорение, мы в дамках, надеюсь. Или не используем. Ну, да. Мы слили. А в дамках, ну, да. Мы слили к нам в дамках. Так, что у нас там? Вопники. Игра до сих пор нам включает туториум. Так. Ну, все. Вот теперь точно можно на этом поставить точку в этой игре. Мы прошли, так сказать, весь основной интересный контент. Там дальше уже Маджонг. Омон, который... Омон, который... Ой, господи, надо пройти всю арену. Это, типа, ладно. Машинки, которые ничего не дают. Это уже можно оставить за бортом. Ну, в целом, вот и все. Ну, что можно сказать. Доп-контент мне тут реально очень понравился. Сайды попались многие интересные, забавные. Да и основной сюжет в целом был ничего так, не считая несколько моментов, к сожалению. Концовка, конечно, да, была мощной. Так что, увидимся с Кирью где? Правильно, на Гавайях. Через пару месяцев. Ну, ребят, кто смотрит записи, напишите, как вам такое прохождение и что вы думаете о том, чтобы точно так же делать с восьмой Якудзе, когда выйдет. Пишите. Ну и, само собой, хотите ли вы третью, четвертую, пятую Якудзу или нет? Так что, спасибо, что смотрели. Не забудьте там комментарий поставить, лайки и так далее и увидимся. Итак, ребят, бонус эпизод, так сказать. Чатик все-таки меня уговорил попытаться открыть секретную битву с ОМОНом. И, собственно, мы это сделали. Правда, нас ожидали кое-какие сюрпризы, так что приятного просмотра. Так, отлично. Поздравляю, Джерри Сама. Вы победили в Гран-при Минамиды. О! Блестящая работа, Джерри. Как? А вы кто? Я Тетсу ОМОН из клана ОМОН. О, господи, вот я ОМОН. Который постоянно стремится стать сильнее. Клан ОМОН. После упоминания Минамиды я ждал этой встречи. Вот только кто или что ты такое? Я в воплощении превзойденных технологических достижений клана ОМОН. Можно сказать, я их лучшее творение. Не понял. Я не просто профессиональный убийца. Все мое стальное тело, смертельное оружие. А это с тобой кто? Хватит болтать. Решим все в адской командной потасовке. Собери своих лучших бойцов. И выйди на бой. Ну зачем мне с вами драться? Как зачем? Ради развлечения, конечно. И не пытайся скрыться. Тебе больше негде прятаться. Даже не собирался. С не терпением жду возможности с вами разделаться. Вот это да. Загадочный клан ОМОН. И клан Джори. Схлестнуться в адской командной потасовке. Не могу поверить. Это будет величайший бой в истории. Джори сама. Вы должны выложиться на все сто. Ну ребят. Вот пройдем это. Вот тогда точно будет конец игры. А так да. Мы еще не закончили. Ладно. Я ждал ОМОНа. Но не ожидал, что ОМОН будет в этот раз таким. Так, ты готов? Готов. Ну что, пацаны? Погнали. Клан Джори готов. Пора начинать бой. Отлично. Эта схватка станет для вас последней. Твоя команда, сборище неудачников. Сейчас вы увидите, насколько мы превосходим вас в силе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пацаны, давайте, давайте, бейте его. Давайте, пацаны, еще чуть-чуть оставим. нет твою есть все вот теперь игра пройдет убери ствол чувак мы победили на сран спор за грани это невозможно похоже вы сильны только на словах этого так не оставлю следующий раз мы точно прочь с дороги не ребят это еще не все чёрт ты еще кто такой я гай омон из клана омон вижу вас в клане не слишком теплые взаимоотношения ты всегда так поступаешь товарищами товарищами не смеши этого болвана этот болван позор нашего клана почему плане омон сила на первом месте каким бы ты не был неповторимым без силы на это не имеет значения и что ж такому могучему бойцу как ты нужно от меня знаешь я думал что уже всего добился и мне осталось лишь дождаться смерти я посвятил всю свою жизнь тренировкам чтобы стать совершенным убийцей и теперь и не считают сильнейшим в клане но не могу сказать что меня это радует честно говоря теперь я не вижу смысла в том чтобы быть самым сильным я уже думал то мне никогда не выпадет шанс использовать свою силу на полную катушку разве это жизнь так так унылое ожидание смерти допустим но это тут причем ну перестань чему такое безразличие я увидел как ты дерешься и понял мы с тобой очень похожи и что дальше хочешь пригласить меня на чай и обсудить наше сходство а это мысль но мне есть идея получше не делай вид что не понимаешь о чем я можешь сколько угодно пытаться скрыть свой интерес но ты ведь обожаешь драться давай сразимся давай сразимся я буду ждать тебя на вертолетной площадке да вы думали это все нет вот теперь и точно будет все так сейчас закуплюсь я тут и а вот и он сейв и вперед ты все-таки пришел ну что начнем давай начнем извини за задержку я готов давненько я не испытывал такого нетерпения ну что ж вечно твой клан выкидывают какие-нибудь фокусы мураж что тебя это не смутило ну давай переступим готовь все нападаем вот и поносит дичка на месте а точно 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 вижу отлично мнение все-таки идет отлично хорош я все еще был в этом режиме давайте вперед жрите его и и и и и и да нужно было запастись побольшими этих полосками да твою еще один остался и 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 так все теперь он хилится только за счет дамага а точно реально он остался еще все таки да он ни в какой не уходит у меня такое чувство что один все-таки должен оставаться мне ну слушай но это не битва реально херь полная потому что ну блин а это конечно очень весело так спамить бутылками чтобы сломать вот это говно даже с максимальной прокачки и нет ни в какую а а Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну блин стоять полоска опять он использует вот эту атаку и тупо хилиться бешеный тоже ни о чем тоже ни о чем смысле и вот в в в в в в в Продолжение следует... 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 В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. Нет, это маленькое говно все еще осталось. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине мои дроны не хотят валить последних двух дронов. В какой-то причине моих дроны не хотят валить последних двух дронов. Ни nonprofits будут эти четырех бойца не хотят tid nuts. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нет, нельзя, видишь, что случается? Добавил ДimaTorzok 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 Добавил Добавил ДimaTorzok Надо же, я проиграл. Надо признать, ты весьма силен, Чуэрюсан. Да ты и сам не промах. Не скромничай, ты меня победил. Теперь никто не усомнится в том, что ты сильнейший боец в мире. Я смотрю, вы все любите бросаться громкими словами. Но ведь это правда. А ну. Теперь твое имя услышит весь мой клан. Ты готов к этому, Чуэрюсан? Я просто возьму себе другое. Ладно, мне пора. Думаю, мне еще не раз предстоит иметь дело с кланом ОМОН. Да, в восьмой части. Талисман бога войны. Ура! Я не знаю, разбивать лицо от того, что он... Кое-кто пишет в чате, забанить или просто забить. Я просто забью. Да уж. Так. Наполненная энергия безумия талисман повышает вашу волю к победе. Постепенно увеличивает ваш шар. А, постепенное восстановление полоски. Ну, слушайте, ну прикольно. Так. Так. Только вот куда поставить-то? Сюда. Так, надо бы похилиться. Ну, для этого нужно зайти в бою. Мне будет. Кот, что-что. Сначала пишут, что он ОМОНа пройдет одной кнопкой с помощью читов. А потом называет меня читером. После того, как я прошел ОМОНа. Привет, ребят. Ничего себе. Вы посмотрите на скорость восстановления. Только, знаете, ребят, а нафиг это нужно, если все, весь контент пройден в игре? Ну, все. Отлично. Ну, на руками. Вот если бы ты так написал, то тогда, да, это был бы другой разговор. Так, все. Вот теперь точно все. Мы прошли эту игру. Я рассчитывал провести тут часов 12 и все. В итоге она оказалась чуть-чуть длиннее, чем я ожидал. Только там. Ну, ребят, чуть-чуть длиннее. 33 часа. Да, нормально. Ну, все. Ждем якут за 8. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.